Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги Деяния апостолов Перевод международного библейского общества Читаю для библейского портала экзегет Павел в Иерусалиме Толпа пытается его убить Римский командир его спасает от этой расправы Но арестовывает И вот перед тем, как его завести в казарму Где его, собственно, будут содержать Павел получает разрешение Обратиться к народу и говорить с ними на еврейском На их родном языке Братья и отцы, разрешите мне высказаться в свою защиту Когда они услышали, что он говорит по-еврейски То стали еще внимательнее слушать Ну, то есть, видят, что, да, свой И он сказал Я иудей, уроженец старцев Кирикина Я воспитывался в этом городе у Гамалиила И был в точности научен закону наших отцов Я ревнитель дела Божьего, как и каждый из вас сегодня То есть он признает Это не просто хулиганы Они за Бога выступают Очень часто такие ревнители бывают Которые всех убить готовы Я преследовал и мучил до смерти последователей пути Иисуса Арестовывал мужчин и женщин Отправлял их в темницу Свидетели там у первосвященника И весь совет старейшин Я даже получил от них письма к братьям в Дамасске И отправился туда, чтобы арестовывать тех, кто там был И привезти их в Иерусалим для наказания По пути, когда я уже подходил к Дамаску Около полудня, меня вдруг озарил ослепительный свет с неба Мы все это читали Как повествование, и здесь он делится этим Он описывает свой личный мистический опыт Как основание для своей проповеди Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне «Савл, Савл, зачем ты преследуешь меня?» Я спросил «Кто ты, господин?» Он ответил «Я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь» Мои спутники видели свет, но голоса, которого я слышал, они не поняли Я спросил «Господи, что мне делать?» Господь сказал «Встань, иди в Дамаск Там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать» Мои спутники за руку привели меня в Дамаск Так как я был ослеплен сиянием этого света Там ко мне пришел человек по имени Анания Четно соблюдавший закон и уважаемый всеми местными иудеями Это уже важная деталь То есть я не противник иудаизма Я дополняю веру отцов верой в Иисуса Но я ничем против закона не виновен Он подошел ко мне и встав рядом сказал «Брат, Савл, прозри» И в тот же момент я прозрел и увидел этого человека Он сказал «Бог наших отцов избрал тебя, чтобы ты узнал его волю Увидел праведного и услышал голос из его уст Ты будешь для всех людей свидетелем того, что ты видел и слышал Немедленно вставай и прими крещение И смой свои грехи, призвав его имя Потом я возвратился в Иерусалим И когда я молился в храме, мне было видение Я видел Господа, который говорил мне «Скорей выйди из Иерусалима, потому что здесь Не примут твоего свидетельства обо мне» Я ответил «Господи, эти люди знают, что я ходил из синагоги в синагогу Чтобы арестовывать и избивать тех, кто верит в себя» «Когда проливалась кровь твоего свидетель Стефана, я стоял там и одобрял это Я стражил одежды его убить Тогда Господь сказал мне «Иди, я посылаю тебя далеко к язычникам»» Смотрите, он говорит о своем опыте Почему? А его опыт близок к опыту этих людей Вы против христиан? И я был против Но я обратился И я это сделал не случайно Не по каким-то собственным размышлениям Это было от Бога напрямую И сейчас подумайте Может быть, у вас что-то подобное произойдет До этих слов послушала Павла Но тут они стали кричать «Стереть его с лица земли, он недостоин жизни» Почему? Что он такого плохого сказал? Он сказал «Господь послал меня к язычникам» Представьте себе Вот эти люди, иудеи, израильтяне Они привыкли к тому, что они народ Божий Избранный народ Остальные язычники Про них даже Бог, наверное, и не думает Никогда не вспоминает А тут Павел говорит «Смотрите, Бог меня отправил к язычникам Богу они тоже дороги Вы думаете, только вы?» Нет Вот это совершенно непереносимо Это ощущение эксклюзивности Только мы Только мы соль земли Только нас любит Бог Все остальные сволочи, гады, негодяи Они кричали, размахивали своими плащами И бросали пыль в воздух Вот буйные ближневосточные люди Командир римского полка А он тут всем заправляет Он должен предотвратить мятеж Его единственная, но очень важная задача Приказал увести Павла в казарму Он велел избить его и допросить Ну, понятно, что в армии всегда лучше сначала отлупить Потом уже спрашивать И допросить, чтобы узнать, почему народ так негодует на него Но когда Павла привязали, чтобы бить А это не просто, я сказал, отлупить Это бичевание Это довольно серьезное избиение Он сказал стоявшему рядом сотнику «Разве позволено бить римского гражданина? К тому же без суда» Когда сотник это услышал Он пошел и доложил командиру полка «Что ты делаешь? Этот человек римский гражданин» Сказал он «Командир вышел к Павлу и спросил «Ты действительно римский гражданин?» «Да», — ответил тот Тогда командир сказал «Мне пришлось заплатить немало денег за мое гражданство» «А я даже родился римским гражданином», — ответил Павел Тоже такая юмористическая сцена В чем причина? Римское гражданство не принадлежит всем жителям империи В тот момент Потом все как бы девальвируется и будет принадлежать Римское гражданство — это, как в Советском Союзе, московская прописка Мало у кого есть за пределами Рима Но это значит, что человек находится под особым покровительством Его касаются все те привилегии, которые касаются всех римских граждан И Павел пользуется этим для того, чтобы предотвратить, собственно, расправу Но мы узнаем, что не только для этого Те, кто должен был его допрашивать, сразу же отступили от него Командир тоже встревозился, когда узнал, что он заковал цепь римского гражданина А его нельзя просто так Этих всех местных, да Хоть там распни на кресте, ничего страшного Но римского гражданина Его, в конце концов, могут в Риме защитить Значит, надо разбираться Командир — тяжелая задача Есть обвинение против Павла Трогать Павла нельзя, не будь он римским гражданином Возможно, просто избили бы его до полосмерти Выкинули куда-нибудь подальше И все А тут вот нельзя так поступить На следующий день командир, желая точно узнать, в чем же иудея обвиняют Павла Освободил его от таков И приказал, чтобы собрались первосвященники и весь высший совет То есть, собственно, иудейская, религиозная и духовная власть Затем он вел Павла и поставил перед ними Ну а что скажет Павел уже не всей толпе, но конкретно вождям иудаизма, духовным и религиозным Мы прочитаем следующий, 23 главе Субтитры создавал DimaTorzok